Итоги предварительного голосования в Госдума России госсовет Чуваши обсудили в молодежной среде. Участники праймера с Единой России поделились своими впечатлениями. Для многих это был первый опыт не только в предварительном голосовании, но и в дебатах и в целом избирательном процессе. Участниками круглого стола стали политологи, общественные деятели, члены молодежного правительства. Собравшиеся, подчеркнули важность процедуры предварительного голосования. Высказывалось мнение, что такая практика должна стать нормой для всех политических партий, претендующих на места в законодательных органах, субъектов федерации и в Государственной Думе. Сама идея, она дает нам то, что люди начинают узнавать своего кандидата, начинают выбирать. То есть предварительное голосование, предварительное узнавание? Да, предварительное узнавание. Народ уже выделяет из всех кандидатов, единственное, которые знают они не на словах, а на деле. Потому что нам приходилось ездить во все сельские поселения. Я вот по своему участку говорю. И многие говорят, что наконец-то мы видим живого кандидата. Напомним, что в предварительном голосовании в Госдуму победили в одномоднатных округах заместитель председателя госсовета Чувашии Николай Малов и глава города Чебоксары Леонид Черкесов. По партийному списку лидером стала действующий депутат российского парламента Алена Аршинова. Окончательное решение о том, кого единороссы выдвинут кандидатами в депутаты, будет принято в июне на съезде партии. Продолжение следует...